Продолжение следует... Сначала они ссылались на то, что 10-я версия Windows не работает, а фактически не работает сама площадка. Что-то у них там не складывается с YouTube. Но будем стараться это все дело исправить. Может быть, будем менять площадку. Тут уже неоднократно по разным вебинарам нарекания приходят, и поэтому надо что-то придумать. Но давайте о чем мы сегодня поговорим. Значит, я тут кое-какие шпаргалки себе заготовил. Как вы помните, я обещал в чате, какое-то время я выпадал из общего контекста ваших, кто вы здесь есть. И может быть, не тех, кто-то отсюда не присутствует еще в чате. Там у нас более 271 человек уже. Дискуссия, обмен мнениями. Это хорошо, что вы не стесняетесь. Мы говорили, не надо стесняться. И прошу всех относиться доброжелательно, доброжелательно к тем, кто что-то высказывает. Человек высказывает то, что он знает. Естественно, не надо все нести, всякую околесицу. Сначала надо подумать. Если человек явно понимает, что он хочет задать вопрос, задай. Ибо оставшись с вопросом внутри себя, ты остаешься с неотвеченным, то есть непознанным. Поэтому задай вопрос, а все мы будем доброжелательно относиться и пояснять. Ну что, если это приходится 10 раз? Вы понимаете, ведь детям-то мы объясняем. А мы все с вами дети. Мы дети вселенной, дети планеты Земля. И поэтому давайте доброжелательно к друг другу относиться. Тем более, что это относится к одним из пунктов нашего здоровья и благополучия, о котором мы тоже сегодня поговорим. Заголовок сегодняшнего вебинара, как вы видите, «Бизнес и Скайвей. Благополучие акционеров». Вы понимаете, я сначала хотел начать сегодняшнюю встречу с того, что все это, что это мы все о деньгах, об акциях, о дивидендах. Давайте о более приятном, о здоровье. И там был такой вопрос, что, значит, вот давайте доживем, дожить бы нам, как говорила бабушка Сергея Сибирякова до тех времен, а там уже мы заживем. Нет, дорогие друзья, это старая концепция миропонимания. Когда мы доживем как-нибудь до какого-то благополучного, так называемого благополучного момента, то тогда уже или чего-то здоровья не будет, или еще что-то, или или-или. Поэтому лучше об этом уже думать сегодня и параллельно, тем более, что это наша святая обязанность. Мы приходим сюда не только для того, чтобы получить свой социальный опыт на Матушке-Земле, в этой абсолютно уникальной во Вселенной, в космосе планете, но мы приходим сюда еще и достойно пронести все то, что мы имеем по этой своей жизни. Что такое достойно мы имеем? Мы имеем свое тело, наша оболочка, это наш скафандр, у нас 7, а по некоторым понятиям 12 тел, вот, и есть целый ряд 5 тел, которые не проявлены, даже на энергетическом уровне, по каким-то причинам. Но это не тема нашего сегодняшней беседы, поэтому давайте жить по-человечески и становиться благополучными. И чтобы быть готовым получить все те блага, которые принесет нам то, чем мы сейчас занимаемся, то, чем занимается вся команда, то, чем занимается головная компания, то, чем занимаются люди сейчас более чем уже 195 странах и регионах на планете Земля. Вот, проект уже, можно сказать, планетарный, поэтому надо заниматься и разными другими делами, и вопросами для себя. Для кого-то это вообще может быть сегодня просто какое-то откровение или открытие, кто-то что-то слышал или понимал, но на это не было обращено внимание в процессе всей его жизни. Меня тоже многому в моем детстве не учили, какие-то вещи делали по наитию, бабушка там, дедушка там, мои родители, многие вещи они делали такие, которые, Боже упаси, нельзя делать, понимаете? Вот, тем не менее, все это мы видели, но наша задача отселектировать все то и самим становиться более готовыми к благополучной жизни. Если мы это не делаем, то и живем так, как живем. Поэтому каждый задай себе вопрос, как ты хочешь жить, как ты хочешь, чтобы жили люди вокруг тебя, близкие твои люди, и тогда иди дальше. Задавай себе вопросы, разбирайся в этом. Так мы и будем вместе двигаться вперед. Таким образом, да, правильно, Алексей, озвучивая мысль, меняем ей окружающий мир. Естественно, мир квантовый, он абсолютно квантовый, и сейчас ученые к этому пришли, и как только я уже подумал, уже я меняю. Я начинаю активно думать, я меняю мир. Меняю в первую очередь свое понимание мира и воздействую на этот мир. Я не знаю, где что, где как аукнется. Я сегодня сказал, да провались ты. Я еще раз повторю, что мы перешли, наша Солнечная система перешла в созвездие, или под влияние созвездия, значит, Водолея. Вот, и новая эпоха абсолютно, и, 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 и так далее. Сладенький интернет, спасибо за... А, это Алексей, спасибо, Алексей. Да, Надежда. Правильно, родители жили по старой модели, их готовили столетиями к тому, чтобы это было бы какое-то стадо, как бы, послушных, ну, не хочу сказать баранов, нельзя так говорить. Просто стадо послушных, законопослушных, безвольных, условно говоря, в социальном смысле людей. Вот, вся система образования, весь прошлый век, условно говоря, и весь нынешний век, сколько его есть, она вся построена на том, чтобы ниже среднего уровня были бы вся основная 99-процентная масса жителей Земли. По своему интеллектуальному и так далее, и так далее. Только благодаря особенностям человеческой натуры многие вырываются из этого серого, как бы, ну, общего ряда. Вот, по своей природе, по своему, как бы, пониманию и желанию жить иначе. Да и вообще многие люди меняются, то есть мир меняется, и к этому надо быть готовыми. Так, почему такие низкие темпы у компании, так, Валерий, ага, мне коллега поработает, так же говорю, ага, почему такие низкие темпы у компании УБИС изготовлены в семье прошлого года, а путевая структура для него до сих пор не готова, а уже 15 марта. А почему вы думаете, Валерий, что путевая структура не готова? Она готова, она отрабатывается, ведь, понимаете, ведь цель не водрузить Юнибус на путевую структуру, а цель отработать технологию сборки путевой структуры. Это не Лего собрать на столе, ибо даже у Лего первый раз есть своя технология, как его собирать, а это абсолютно новая транспортная структура. Если бы это было так просто, то это делали бы уже все в мире. Это не просто, я прошу вас это понять, это все надо задокументировать, это все надо четко прописать во всех технологических операциях. Поймите это, отсюда взял, туда положил, сюда приварил, здесь закрутил. Какая-то температура, такой-то параметр, такой-то нагрузка. Все-все-все абсолютно должно быть задокументировано. Это не так просто, поэтому не цель. Первая сборка всегда очень сложная, и задача поставить на технологически проработанную путевую структуру, Валерий. Вот в чем вопрос. Без видео не так, не то. Не то, ну что поделаешь, Артем. Производительность на максимум, компа включите, выключите все. У меня нет лишних загрузок, и здесь просто у нас под вечер зависает поле, там где я нахожусь, живу в этом регионе. Постараюсь что-то придумать, но пока ничего нет у нас тут. Такое как бы маленькое поселение. Сколько еще лет будет собираться? Да не надо, Валерий, собирать сколько лет. Будем доброжелательны. У нас собрано, я же вам сказал. Будьте внимательны. Валерий, правильно, надо новости тоже посмотреть. Еще нужен технопарк, работа просто кипит. Да, работа кипит, и практически, если мы посмотрим, то мы находимся в режиме, скажем, в графике основных работ. Вот, и надо же понимать еще и то, что у нас постоянные, скажем, финансовые потоки, какой-то период были, но это не влияет, Анатолий Дарович правильно говорит, и я так считаю, что это не сильно влияет на работы. Это влияет на какие-то там, на развитие производства, на подготовку производства, на те основные работы, которые связаны с путевой структурой для городского, для сертификации городского транспорта, навесного, подвесного, для грузового. Делается все в графике, будьте уверены, и это точно. Причем могу вас уверить, что, скажем, уже раньше не получится, кому-то, может быть, удастся, мы сегодня будем говорить о письме чиновникам, так называемым, которые там тоже у нас в чате проходила информация. Вот, и кто поедет, может быть, раньше, ведь и до Эко-технопарка, то есть до Эко-феста можно будет съездить в Белоруссию, вот, кто, подготовить чиновников, потому что не обязательно ждать Эко-феста, это надо просто поездку правильно подготовить, мы об этом сегодня еще будем говорить. Вот, и поэтому можно поехать и посмотреть, но самое главное то, что на Эко-фесте мы увидим всю, полностью эту структуру и практически сможем ее там потрогать своими руками и поучаствовать в этом деле. Вот, первое число, весь день с 9 утра и до позднего вечера будет Эко-фест на площадке в Мариной Горке подготовлен, это будет мощнейшее мероприятие. Вот, и сейчас решается, скорее всего, 2-го числа будет отдельно проведено мероприятие Capital Skyway, вот, где мы соберемся и как бы подведем определенные итоги и обсудим, что и как дальше делать, какие перспективы у нас и так далее. А, и самое главное, мы там встретимся и с нами смогут поговорить все те, кто основные, как бы руководители основных рабочих групп или основных отделов, которые ведут и Эко-технопарк, и проектирование, и производство юнибусов, юнибайков, и мотор-колесо и так далее. То есть мы сможем их увидеть всех воочию. Это будет полезно и нам, и им. Да, Сыктывкар Александр, правильно? Не бегите впереди из нибуса. Я интересен новостями, да, Валерий. Не испытан на путевой структуре. Да, конечно. Он просто пробежался. Надо не просто интересоваться, а понимать, что здесь происходит. Мы вас еще и на испытания пригласить. Может быть, да. Окей. Итак, значит, и новости. Уже такая, как бы, ну, спелая новость. Это Париж. Парижское мероприятие 7-8-9 апреля. Кто может, рекомендую поучаствовать. Там будет достаточно интересно и полезно поучаствовать, посмотреть и послушать. Там будет тренинг второй день. Приглашены коучи европейского уровня. Мы будем развиваться, расти, повышать свои компетенции, свои навыки. Вот. Естественно, как феста, о котором я уже говорил, это так, такие новости, знаете, такие стратегические. Я считаю, что неплохо уже планировать и август месяц. В августе месяце с 15-го, по всей вероятности, это еще не подготовлено, но обсуждалось. С 15-го августа можно будет какое-то время там перед форумом отдохнуть в, значит, в Златых Пясах, или, ну, недалеко от Варны, в Болгарии. А 19-го, пока это такая, ну, новость, скажем, еще не утвержденная, а проектируемая будет вероятность, может быть, недели, навряд ли недели раньше, может быть, недели позже, но недели позже тоже уже нехорошо, потому что там начнутся, дети пойдут в школу. Скорее всего, это будет вот тот период, который я говорю. 19-го, 20-го будет тоже мероприятие в Болгарии, поэтому можно и какую-то часть этого, этой поездки сочетать с отдыхом для тех, кто россияне, или для тех, кто не россияне, а два дня поработать в рамках форума. В октябре планируется в Германии большой форум германский, немцы очень сильного, австрияки, немцы, Швейцария и Италия, значит, собираются в Германии провести, то есть это где-то регион Мюнсена будет. Вот, и самая ближайшая новость, это планируется, тоже пока не решено, в понедельник определится, будет у нас телемост 23-го или 30-го марта. Вот такие новости, дорогие друзья. Видите, в конце марта, как сказал Сибиряков. Ну, если Сибиряков сказал, так и будет. Так тому и быть, дорогие друзья. Ну вот, пойдем дальше тогда. Это по новостям. Теперь, значит, с чего же начать? Начать с хорошей или очень хорошей новости? А, новости кончились, видите, вот новости кончились. Ну, пойдем так, как тут построены, значит, слайды. О, начинается со здоровьем. Тогда пойдем со здоровьем. Что я бы хотел сказать? Почему здоровье? Понимаете, вот благополучие, благополучие, да, наше благополучие акционеров. Кто как его понимает? Вот я могу сейчас здесь покрутить стрелкой, да, здоровье. Важно оно или нет при благополучии? Материальное состояние, видите, тут немножко искажено. Вот, физическое состояние, духовное состояние. Но основой для всего благополучия, благополучие оно может быть. Вопрос только в том, сможет ли человек использовать или пользоваться этими благами от проекта и жизнедеятельности. Если нет физического состояния, хреновенькое, мягко выражаясь, слабенькое, то, ну, да, хорошо, если там что-то материальное есть. Если духовное состояние хорошее, физическое плохое и материальное хорошее, или наоборот, эти два плохие здесь хорошие. Да, тоже хорошо, по-всякому люди живут. Вот, но нельзя сказать, что человек благополучен только. Хотя, в принципе, все зависит от своего миропонимания, миропроявления. Вот, поэтому здоровье это очень важно. Его, он имеет как минимум три составляющих, или три кита. Помните, знакомая картинка, да? Мы об этом уже говорили, но немножко в другом контексте. Я использовал ту же самую картинку. Физическое состояние, духовное состояние, материальное состояние. Они все между собой соединены и сопряжены, и это все влияет на здоровье. Но основой или столбами здоровья является то, как человек двигается, или движение, как построена его тактика и стратегия движения, как он питается, и какой его эмоциональный мир. Причем, здесь можно, значит, движение. Кто-то думает, что это надо просто с утра до вечера дергаться, двигаться и так далее. Отнюдь нет. Движение должно быть щадящим, но направленным на поддержание физического состояния. На поддержание тела нашего, в котором мы находимся. Питание. Питание должно быть рациональное и омолаживающее. Кто-то сейчас скажет, разве на картошке? Да, на одной картошке не омолодишься. Но как мы картошку кушаем, тогда я вас спрошу, очень быстро забиваем желудок, и она там не переваривается, а гниет. Я прошу прощения. Это так. Вот. Картошка, как и целый ряд продуктов, переваривается во рту, то есть через жевание. И когда я тут с одним специалистом говорил, он говорит, я у него спрашиваю, вот что ты, как большой спец, поставил бы на первое место, давая мне рекомендацию? Он говорит, ничего другого. Дольше жуй то, что ты в себя закладываешь. Как можно дольше. А есть продукты, которые вообще нужно до жидкого состояния во рту переживать. Понимаете? Вот ваше питание. А я уже не говорю о том, что С не целый ряд, а 90% продуктов, которые мы как бы в питании используем, они не содержат ничего питательного. А наоборот, они являются для нас уже губительными. Вот. И только благодаря нашему большому запасу нашего здоровья мы еще пока живы и здоровы. При питании очень важным является вода. То есть, как человек, сколько воды он употребляет. Есть абсолютно такая простая, значит, молотковое правило. Палец-пол-потолок. Значит, 30-40 миллиграммов на 1 килограмм веса человека. Если тебе 100 килограммов, тебе надо 3, как минимум до 3 литров выпивать воды. Скайвей, как минимум, чтобы быть в форме какое-то время. Вот. Это такое правило. Режим и стиль питания. Ну, естественно, вот продукты, которыми мы питаемся. Поэтому Скайвей, если помните, мы говорили об этом, то Скайвей и думает о том, как в будущем производство продуктов осуществлять. Это, значит, строительство транспортных структур. Оно позволяет и переходить на определенном этапе готовности на сопряженные проекты, поселения и линейных городов. А это все немыслимо без, как бы, воссоздания или создания системы воспроизводства продуктов. Причем не какого-то индустриального, а именно локального. То есть, начиная, что такое локальное? Начиная от конкретного индивидуального хозяйства. И это не грядки. Это не картофельное поле. Это абсолютно новые технологии. До фермерских хозяйств. И это тоже абсолютно новые технологии. Щадящие. Природа щадящая. Человека и скотину щадящие. Об этом будем еще говорить. Ну и последнее, или второе, или третье, извиняюсь, третий кит – это эмоции. Это наше эмоциональное состояние, и равновесие, и наше спокойствие, наше самоуважение. Все начинается с самоуважения. И, значит, исключение раздражительности. А раздражительность – это когда нет самоуважения. Человек может на другого нагавкать. Разве уважающий себя человек это может сделать? Нет, не может. Да, бывают моменты слабости. Я грешен иногда. Но, понимаете, одно дело заниматься самопопустительством, а другое дело разбираться, почему ты такой был, и как ты можешь, и что ты должен сделать для того, чтобы в следующий раз не нагавкать на другого человека. Понимаете? И все начинается, опять-таки, как мне одна добрая женщина сказала, я вот с ней недавно беседовал, она сказала, вы знаете, для меня ключевым словом является слово «добро». Я так подумал, говорю, пожалуй, вы правы. И вот начали мы с ней вместе, значит, она говорит, добропорядочность, добродательство, доброгласие, добродействие, доброчестие, добросовестность и так далее, и так далее. И вот мы эти слова перечисляли с ней, а потом она говорит, и вот вы понимаете, что как вообще надо жить? Я говорю, вот у меня очень простая есть модель, я ей рассказываю, что у меня модель очень простая. Я стараюсь телевизор, неважно что, чья-то проблема, кто-то мне рассказывает, не вникать в эту проблему. Я на нее смотрю, как на спектакль, как на трамвай, который двигается мимо меня. Я фиксирую цвет этого трамвая, фиксирую его детали, но я эмоционально не отношусь, я не сопереживаю, когда этого не нужно. А в 99 случаях этого не нужно. Сопереживание – это такая вещь, которая как бы не к добродетелям относится. Она относится, скажем, к тому, что не всегда это как бы полезно и тому, кому это сопереживаем, и тому, кто сопереживает. То есть постараться достаточно как бы отдельно. Да, вы скажете, ну мы же спектакль тоже смотрим, сопереживаем, плачем иногда даже, слезы. Конечно, это эмоциональная наша жизнь, от этого нельзя исключиться. Но есть вещи, мы иногда за этим туда идем, но есть вещи, а мы зачастую себя расходуем и в телепередачах, и в радиопередачах, и в каких-то ситуациях на 90, на 80 процентов там, куда не надо расходовать свои эмоциональные энергии. Вот здесь и есть над чем подумать и с чем поработать. Вот столько. И теперь таким образом, дорогие друзья, что я хочу сказать. Вот было высказывание, что, значит, было такое высказывание, я его выписал даже, вот оно мне записано. У всех инвесторов появится здоровье было получше, как только акции удачно продадут и дивиденды начнут получать. Я сказал, уже будет поздно. Там мне задались вопрос, Владимир Маслов, почему вы так пишете? Почему поздно? И вот этот разговор мой сегодняшний к тому, что использовать благо хотя бы даже от проекта или от проекта в том числе и продолжать свою жизнедеятельность, ее использовать благо, можем лишь только тогда, когда мы сегодня, вчера или хотя бы с сегодняшнего дня начнем заниматься своим здоровьем. А это значит целый ряд физическим состоянием, духовным состоянием и тогда материальным. И материальное тоже непросто. Этим тоже надо заниматься. Благо с неба манна небесная не упадет. Надо этим заниматься. Вот такие мои рассуждения на эту тему. Так, теперь смотрите, давайте еще посмотрим, что нам нужно для того, чтобы у нас здесь материальное состояние продвигалось бы, чтобы у нас было время физическим состоянием заниматься и духовное не хромало бы. Смотрите, к разговору о том, мне кажется, надо открыть независимость компании, платформу, где можно предлагать свои акции другим партнерам. Но это вне компании, просто должна быть опция, перевода другим инвесторам. Группу мы можем создать и сами. Вы понимаете, дело в том, что, конечно, можете создать группу сами, свои акции. Нет своих акций, дорогие друзья. Есть, значит, это не к этой картинке сейчас относится, я просто вводную рассказываю, что акции не наши. Акции компании Евразия на Релоскове и Системс Холдинг. А нам принадлежат акции номер такой-то, акции номер такой-то. То, что с этими акциями делается, принимает компания. Но компания, она не абстрактна, пока, ведь не случайно, 50% плюс одна акция Анатолий Эдуардович оставил в своих руках. Это для того, чтобы разброда и шатания в компании не было бы. Чтобы различные веяния, кому бы что в голову не пришло, не поломало ту стратегию, которая была заложена в создании компании по выведению этой технологии на мировой рынок. Поэтому этот контроль и оставлен. Поэтому акции компании, компания принимает решение, и только компания имеет право, что делать с этими акциями. Значит, торговать, не торговать, внутри открывать, биржу не открывать. Вот. Своими акциями, кто где, когда выпустит, бога ради. Там та компания будет уже другая компания. Поэтому сегодня, только как примет решение компания Евразия НРСК с холдингом, так и будет происходить. То ли это будет, скорее всего, будет внутренняя биржа. По поводу внутренней биржи еще расскажу, тут немножко позже я еще покажу, да. Это компании выгодно. И кто-то там в чате писал, что да, ну так и нам кому-то интересно, и сколько там можно будет. Да, конечно, почему бы и нет. Но потом будет кто-то чесать затылок, какого этого самого рожна я вот вначале протестировал и продал эти акции. Теперь они в 100 раз дороже. В 100 раз дороже от номинальной стоимости. Не от того, за сколько их продал. Понимаете? Поэтому, но сколько, ну кому-то прижало. И когда-то в будущем, когда они такие будут, ему неинтересно, ему сегодня надо выжить. Да, тогда придется их продать и ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Значит, вот для того они были и получены через инвестицию. Поэтому возможности будут разные. Но компании однозначно выгодно Евразии НРСК. Это, естественно, первый или второй обоим компаниям выгодно будет уже, как я вам показывал, на мой взгляд, это на мой взгляд, с 10-го, не раньше этапа. И нам где-то вот с такого же момента, ведь нам же тоже интереснее, чтобы они были бы, ну как бы там где-то около одного цента, может быть, чуть дороже, вот, продавались. Или принимались бы компании и передавались дальше уже по более высокой цене. То есть компания начнет на этом бизнес делать. Не брать в полки новые акции, а возвращать те, которые уже в обороте были или пока стояли в компании, были, рынка не было. И создает так называемый внутренний рынок, где она является управлителем этого рынка. Вот и все. И прошу это учитывать, значит, потому что там комментарии достаточно правильные были. И я уже там не вмешивался. Но на всякий случай вот сейчас, значит, прошелся. И поэтому он был там так вот тоже, Владимир, хотелось бы услышать ответ на такой вопрос, когда будет открыта внутренняя биржа. Да, вопрос уже, ну, как бы, на оскомину набил. Я думаю, что каким-то образом ответил на этот вопрос, но впоследствии я там чуть-чуть покажу. Потому что, ну, не имеет смысла раньше открывать эту биржу. Там я здесь воспользуюсь случаем, значит, где-то в начале февраля я говорил о том, что пошла речь о девятом этапе. И где-то я увидел в интернете, значит, заставку или так называемый рекламная заставка была перед чем-то свиговским роликом. Вот, а там было, что-то говорил и Ховратов, и говорили еще товарищи из Сосвига. И на заставке было, что девятый этап начинается внутренне, открывается внутренняя биржа. Но там Ховратов об этом не говорил. Поэтому я сейчас вот здесь просто хочу сказать, он немножко обиделся на меня и написал мне в чате, что я такого не говорил. Я разобрался. Ну вот, и в принципе мы тут разобрались, что, понимаете, зачастую в интернете появляются такие как бы провокационные вещи. Люди этого не говорят и, естественно, даже понимают, мы тут обсудили, когда, значит, реально это. И понимание у всех тех, кто мы занимаемся, в особенности у Андрея Федоровича Ховрата, он у истоков этого дела стоит, вот именно народного финансирования. Большой вклад в это вложил. Вот, и он тоже прекрасно понимает, что спекуляция, а что нет. Поэтому я вот немножко здесь себя постарался сейчас реабилитировать, значит, за свое высказывание. Я там одну фразу такую сказал, которая его задела. Так, так на зацен продавать совсем нет интереса. Марина Беляева, вы знаете, вы посчитали, за сколько, за сколько, какова себестоимость у вас, лежащих на вашем счету акций? Она ниже 0,0,0,0, значит, 0,6 цента. То есть практически почти две акции на один цент. Поэтому одну можно уже по центу начинать продавать. Может быть, даже чуть дороже. Я потом покажу, поскольку там или нет у меня здесь таблицы, сейчас посмотрю. Ну, потом посмотрим. А может быть, 50, а может быть, и 30. Все может быть. Там увидим. Значит, Марина, после запуска производства они будут стоить не меньше. Ну, Артем, это все 30 долларов, а я скажу 10 долларов. Кто из нас прав? Это все инсинуации, дорогие друзья. Надо расчетами это дело подтверждать. Посмотрите там вебинары. На вебинарах у меня был в одном месте расчет, где я показывал, какова может примерная быть стоимость акции. Теперь вернемся к тому, к той картинке, к тому слайду, который здесь имеется. Всемирная ассоциация инвесторов Skyway. Это тоже, дорогие друзья, все к благополучию. Она будет всемирная или планетарная, еще, думаем, сейчас с юристами здесь, да. Но, смотрите, она будет создавать центр инвестиций и управления адресными проектами. Одно головная компания с этим не справится, а инвесторам, акционерам очень важно, чтобы был бы свой центр инвестиций, подготовки и управления адресными проектами. Это значит, что будет масса созданных инвестиционных компаний, которые будут работать с адресными проектами. Страховые компании, фонд развития, территориальные представительства вот этого всемирной или планетарной ассоциации инвесторов Skyway, коммерческие компании различные. Банк, там был разговор у нас на чате про банки, банк Новой Евразии или как мы его назовем, когда-то было такое принято, как бы, версия концептуальная, ну, как-то, может быть, иначе назовем. Фонд социально-экономической поддержки или фонды социально-экономической поддержки различных групп, социальных групп, это деятели искусства и культуры, это различные, там, другие слои населения, которые, ну, достаточно мало защищены социально, вот, и так далее. Центр обручения, переподготовки. Такие вот вещи, как минимум, обязательно лучше назвать общечеловеческие, потом и на Марс, и на Луну, тогда уже общие, тогда космические, а не общечеловеческие. Пока планетарные. Нам еще с планетой надо разобраться на Марсе, но Луну это еще, это еще успеется, дорогие друзья, нечего дорваться, хотя думать об этом надо. Это, значит, и вот смотрите, какие функции могла бы проводить эта, кооперация инвесторов и содействие расширения инвестиционного рынка. Очень важно, то есть, скоперировавшись, мы многое что можем сделать. Развитие и поддержка инвестиционного бизнеса Skyway, поддерживать весь этот бизнес, платформу создать, вплоть до того, что, понимаете, одной платформе не справиться со всеми проектами, и фокус начинает съезжать, потому что платформы, они более-менее целевые. Можно, конечно, расширить платформу, но ее возможности не совсем, как бы изначально заложены были на множество проектов, она целенаправленно создана именно на один проект, поэтому здесь надо думать, взвешивать, проводить анализ. То есть, пропаганда возможностей технологии Skyway, естественно, на этой функции ассоциации. Организация переподготовки обучения кадров, я уже показывал, что там такая идея есть. Инициация транспортных проектов, тоже там заложена, да. Организация привлечения юридических лиц к инвестициям, потому что сегодня, например, очень тяжело индивидуально прийти куда-то, предложить это юридическому лицу компании какой-то, прийти в инвестицию. Потому что там сопряжено с решением, скажем, или владельцев, или же руководства компаний. Там ни один человек сидит, вот, если он не владелец и руководитель компании. И это целый такой процесс, намного надежнее, когда пришел Иванов Петров или Маслов, об этом рассказывает совсем другое дело, если об этом говорит целая ассоциация инвесторов, планетарных или всемирных. Организация финансирования управления проектами. Там было заложено всесторонняя поддержка акционеров, представление их интересов. И на общих собраниях, и на различных проектах для коопераций. Там возник такой вопрос у нас в чате, что, а что, значит, с маленьким пакетом акций я и не смогу нигде участвовать. Вот, вы знаете, что, например, биржа, если говорить о бирже, я сейчас говорю о бирже, что бывает и так, дорогие друзья, что, например, по одной акции на бирже и не торгуют до какого-то момента. Пойдите, купите одну акцию Айплса или одну акцию, допустим, того же самого Гугла или того же самого Скайпа. Вы одну акцию не купите нигде. Там есть пакеты, начиная от 100 тысяч и так далее. Поэтому здесь, скорее всего, при выходе на Айпио будут определенные правила разработаны теми консультантами, которые будут помогать это делать, подготавливать. Это непростой процесс. Уже подготовка в какой-то определенной степени ведется, но она пока еще не в активной фазе. Вот, идут консультации. Поэтому к этому надо быть готовым. И точно так же, кто сможет по одной акции или по 10 или по 100 акций принимать в пакет при создании пула какого-то проекта управляемого. Если мы захотим вложиться туда, в этот проект будет принимать пакеты. Естественно, там тоже будут по полмиллиона, по миллиону принимать. Вот. И тогда, например, 10 человек могут, кто-то хочет, но нету больше, чем 100 тысяч, но не набрал. А 100 тысяч хочет человек вложить. Тогда надо 10 человек собрать, собрать пул самим в миллион, да. Вот. И этот пул уже какая-то юридическая. Пул – это юридическое лицо. Извиняюсь, не юридическое, а это договорное лицо, которое создается именно для участия в каком-то проекте. Юридически там есть свои шаги. И вносится вот этот миллион. Если там минимальный уровень, будет миллион. Поэтому ко всему этому надо быть готовым. Но чтобы быть более функциональным и более, как бы, дееспособным, поэтому самое лучшее средство – это заботиться сейчас, пока есть возможности, пока есть здоровье. И средства не разбазаривать, а фокус держать на том, чтобы быть акционером, как минимум не менее миллиона, не менее миллиона, не менее миллиона портфель, иметь не менее миллиона акций. А там уже дальше, как, у кого какие возможности есть. Вот. Так. Идем дальше. Кому нужна ассоциация? Ну, вот еще раз я пройдусь по этому. Сообщество людей, инвестирующих технологий Скайвей. Оно объединяет, оно дает возможность копирировать, создали. Акционерам Евразия, Нарел Скайвей, Систем Скорум. Будущим инвесторам проекта строительства Скайвей. Это тем же самым акционерам, кто хочет участвовать. Инвесторам Скайвей, для которых это бизнес. Бизнес, с одной стороны, это бизнес, сейчас создавая свои пакеты. А другое, многие захотят войти в этот бизнес, что-то производить. Ведь понимаете, что со Скайвей сопутствовать будет десятки, сотни возможностей проведения бизнеса. Я об этом уже говорил на вебинарах. Я сейчас просто повторяю. Это и, значит, какие-то технопарки, это какие-то производства, это какие-то, значит, ну, хотя бы вот сегодня, вот в конце я покажу ферму Анатолия Эдуардовича Юницкого, да. И там есть идея так называемого выращивания, не на грядках, а кассетного выращивания овощей, фруктов, ягод и так далее. Круглогодично причем, понимаете. Не получать из Голландии абсолютно выхолощенной или из Китая там выхолощенные эти помидоры там, что угодно, да. Где ничего нету, кроме как пестицидов, удобрений и все прочее. То есть от матушки земли там ничего нету. А на гумусе можно это все создать в кассетном производстве, кассеты менять и круглогодично с грядки собирать все, что надо. Не с грядки, а с кассетой, понимаете. И не надо там никаких больших грядок грязных разводить. То есть все это абсолютно возможно. И это все бизнес. И это тоже кому-то надо делать. Дядя не будет делать. Это вся работа, которой можно заниматься. Кассеты надо производить, их надо заполнять, их надо менять. Их надо выращивать где-то в каком-то месте вот все этот продукт, привозить, отвозить, менять. Ну то есть я один только пример привел, который мы сегодня тут обсуждали с одними товарищами, которые предлагают гумусную технологию тоже. Причем технологии тоже могут быть разные. Вот пошли домой делать домашние задания, чтобы дать более четкое описание всего этого дела. И его можно было бы переслать в головную компанию. Пускай там специалисты посмотрят, значит, насколько это стыкуется с теми гумусными технологиями, которые сейчас Skyway само разработала и может применять. Оно тоже базируется на торфовой основе. Вот, значит, что тут, для которых это бизнес. Вот о бизнесе. Группе компаний Skyway, это тоже нужная ассоциация, но это сейчас не первостепенная задача. Так, тут много вопросов. А можно на Экофест сделать слово сутковей из тех инвесторов, кто прибудет на Экофест и пусть Google Maps зафиксирует этот снимок, Танат. Но у вас, вы очень креативно, значит, может быть и можно. Там будут различные такие вещи, это хорошая идея, на мой взгляд, из людей. Это, вы знаете, это сродни тому, Танат, что у нас происходило, когда заканчивалась советская власть в 88-м году. Она еще не заканчивалась, но была уже на выдохе. Была проложена, значит, цепочка балтийских стран из Сталина до Вильнюса. Люди за руку держались, и вот эта цепочка вся выстрелилась. И тогда, правда, из Google нельзя было посмотреть, но на частном самолете кто-то там пролетел. Есть фотографии, когда он летит над этой цепочкой, и видно, что... Ну, были места, где она там немножко прерывалась, но фактически все равно она стояла. Это Народный фронт тогда организовал такую вещь. Но это было очень мощно. Вопрос. Если акции в качестве залога вложены в адресный проект, то на время реализации будут выплатить? Конечно. Они же вам принадлежат. Они владельцу принадлежат, но на них только ограничение на отчуждение. Вот и все. А все остальные блага с этих акций вы получаете, они вам принадлежат, и все. Ограничивается определенное распоряжение только этими акциями. А благо все принадлежат владельцу акций, которым вы являетесь, Алексей. Думаю, вряд ли только после запуска проекта. Вообще море. Да, да, это хорошо. Кассеты можно плести из камыша. Нет, из камыша не получится. Кассеты, гурки. Это специальные вещи. Они должны быть достаточно, как бы, достаточно, как бы, влагодержащие. И так далее. Хотя, может быть, не знаю. Не беру сейчас судить. Вот. Лучше назвать результат как так. Ага, хорошо. Пойдем дальше. Время подходит. Но это известная вещь. Сегодня на этом не будем останавливаться. Вот здесь я хочу показать вам. А, это только по дивидендам. Да. Нет, здесь нам тоже говорить особо нечего. Здесь нет у нас этого, да. Вот, значит, смотрите. А, хотел бы я сегодня еще вот о чем поговорить. Прежде чем мы будем с вами говорить об инвестиционном продукте и о сильных, слабых, и о слабостях, о сильных сторонах возможностей и опасностях, я хочу это повторить вам, чтобы мы понимали. Вот смотрите, у инвестиционного продукта, а инвестиционным продуктом что у нас является? Смотрите. Инвестиционный продукт, это у нас три единства. Технология, экотехнопарк и акции. Это у нас инвестиционный продукт. Почему это инвестиционный продукт? Потому что мы инвестируем не в акции. Акции являются деревантом инвестиций. Мы инвестируем в Экотехнопарк, но мы инвестируем не в Экотехнопарк, мы инвестируем в технологию. А технология возможна лишь только через ее сертификацию, а это Экотехнопарк. А Экотехнопарк оживает и образуется благодаря тому, что акции являются залогом под наши инвестиции и таким образом у нас получается такое триединство. Ни технология одна не смогла бы существовать, ни Экотехнопарк сам по себе не имеет никакой пустой цели, если нет технологий. Зачем? Ну да, можно создать, там вводить просто как какую-то площадку и все, но у нее должна быть какая-то тогда другая цель. Основная цель это сертификация и представление технологии, возможности технологии Skyway. А это все реализуется благодаря акции. Поэтому это все триединство является нашим инвестиционным продуктом. И теперь далее. Инвестиционный продукт в целом для нас, у него есть сильные стороны слабости, возможности и опасности. Теперь не зная их или не осознавая их, мы не можем ими пользоваться. Ведь опасностями тоже можно пользоваться, слабостями можно пользоваться, возможности перестраивать и смотреть, какие слабости возможности нивелируют или какие сильные стороны перекрывают опасности и так далее. Вот смотри, материализация инвестиционных средств. Чистейшая материализация. Инвестиционные средства идут не куда-то вне бытия, они идут в конкретное строительство конкретных объектов, в технологию, в конкретные вещи. И поэтому это материализуется. Деньги, которые я положил, инвестировал, они материализовались. То есть у них возникает определенная прибавочная стоимость. Доллар, он и есть доллар, но доллар, вложенный в путевую структуру, он обретает совершенно другую свою капитализационную стоимость. И надежность капитализации отсюда возникает. Надежность капитализации проектов. Это сильная сторона, естественно. Таких проектов. Кто-то скажет, ну да, если я вкладываю недвижимость куда-то, свой доллар, тоже. Да, вероятно, да. Но недвижимость сегодня она или, скажем, здание там или какой-то участок, сегодня у него одна цена, завтра другая. А у транспортной структуры цена, скажем так, практически на возрастающем тренде развития этой технологии, она уходит, можно сказать, в условную бесконечность на определенном отрезке времени. Невозможно даже предположить, до какой высоты может подняться капитализационная стоимость проекта. Поэтому надежность очень высокая. Но тут есть риски, потом посмотрим, какие. Высокий дисконт залоговых акций, естественно, но он сегодня еще высокий. Кто-то нам ратовал, говорит, о, говорили, что там наполовину будет меньше, да. Говорили, да, планировали, но в конечном итоге решили оставить дисконт такой, какой он стал. Вот. Он стал чуть-чуть выше, там 25-30 процентов упал, да. Хотя планы были иные. Ну, немножко другие сначала. Вот. И он все равно сегодня высокий. Очень высокий дисконт. Он, есть там таблица, я ее неоднократно уже показывал. Высокая востребованность транспорта Скавей. Неимоверно высокая. То есть, я могу сейчас вот целый час вам рассказывать, сколько, где, кто и как. Но все ждут сертификации, все ждут, как всегда, ждут официальных заверений. Только индусы не ждут. Они сказали, давайте строить. Арабы то же самое. Или, вернее, арабы, а объединенные арабские эмираты. Эмираты сказали точно так же. Инновационный потенциал технологии. То есть, что такое инновационный потенциал? Это то, что еще сегодня самый первый, самый простой уровень или вариант или версия этой технологии сертифицируется и вводится, чтобы было меньше сертификационных заморочек. А там еще потенциал немеренный. Не только транспортной технологии, но и других. Я об этом тоже уже говорил. Широкий спектр инвестпакетов. Да, достаточно хороший. Пойдите, посмотрите, где еще такой хороший есть. Нет. Народное кредитование, инвестирование. Это сильная сторона проекта. И, как говорит Анатолий Давыдович Ленинский, это и есть двигатель нынешнего развития технологий. Если бы не было народного финансирования, мы бы были совсем в другом месте. Каким образом будут выплачиваться дивиденды? А, вот, Артем, каким образом будут выплачиваться дивиденды? Вы понимаете, вы знаете, дивиденды обычно выплачиваются таким образом, что человек, пока акционерное общество не собирало от акционеров этой информации, потому что она пока не актуальна, но к моменту выхода открытия или же внутренней биржи, или же выхода на IPO, после IPO выхода на IPO, после выхода на международную биржу, через IPO, да, мы на IPO не выходим. Мы через процесс IPO выходим на международную биржу какую-то или нас выводят. И тогда компания, одним из условий является, что все акционеры, что у компании должны быть, скажем, номера счетов всех акционеров, которые пожелают продать или купить. Это не обязательно, но желательно, чтобы они были. Как правило, даже делается так, что регистрируется человек, владелец акций, должен будет зарегистрироваться где-то в банке в каком-то, да, свой счет открыть, именно так называемый акционерный счет этих акций, и сообщить этот счет в Евразин Ревсковей Системс Холдинг. Вот, и в первую очередь сообщить на международную биржу, то есть на международной бирже будут реестр всех акционеров и все их счета. И в случае, если он туда начинает что-то делать на этой бирже, вот, тогда он, ему на счет падают деньги соответствующие. Он с Евразин Ревсковей Системс Холдинг, например. Ну, например, акция номер один, то акция 100001. Я 100000 акций или 100001 акции выставляю на биржу по котировке сегодняшнего дня вот такого-то времени, да, вот, и по цене, то есть по котировке. И это значит, как только они уходят, сразу же мне на счет падает соответствующая сумма денег на этот счет. Но я повторюсь, я не совсем четко это сказал, что это в том случае, если человек хочет участвовать в биржевых, ну, как бы, сделках. Те акционеры, которые не хотят, им этого не надо будет делать. А дивиденды, а дивиденды, дивиденды, естественно, для этого в компанию Евразия Рейлс Кавиа Системс Холдинг тоже сообщается банковский счет, и на банковский счет падают деньги. Причем дивиденды падают на условиях той страны, где зарегистрирована компания. Что значит на условиях той страны? Снимаются налоги с дивидендов по условиям той страны. В нашем случае, если бы это было завтра, то в нашем случае, я еще раз повторю, если бы это было завтра. Значит, на Кипре зарегистрирована компания, и на Кипре сегодня, вчера, и год назад, начиная с 2016 года, действовало правило, там с января месяца, с 16 января, по-моему, сейчас не ошибаюсь, действовало правило, что введено было правило, что акции компаний, которые занимаются развитием транспортных средств или транспортных систем, дивиденды с этих акций облагаются нулевым налогом. А дальше уже каждый решает или у каждого действуют свои внутренние правила. Есть страны, в которых этого достаточно, и они не облагают больше никакими налогами. Есть страны, которые облагают разницей налога, и тогда, если это ноль на Кипре, а в стране, в какой-то, допустим, это 15%, то 15% надо будет в этой стране, резиденту этой страны, заплатить налог с дивидендов. Но, как говорила бабушка Семенникова, дай бог нам дожить до этого времени, и мы доживем. Поэтому потихонечку вот так вот тренируйтесь, начинайте понимать, как снимаются налоги с этих дивидендов. Так, что там еще, если сокращенно? Владимир, извините, насчет названия сертификата, раньше было Евразиян Рейлс Кавей Систем Холдинг, ЛТД, а сейчас немного изменилось, Евразиян Рейлс Кавей Систем Холдинг 2. Это вторая компания. Я в прошлый раз вам показывал, что этих компаний у нас две, потому что Евразиян Рейлс Кавей Систем Холдинг 2. Это абсолютно такая же зеркальная компания. Вы знаете, что 15% было для первой компании, и 15% использовали сейчас для создания второй компании, те же самые 60 миллиардов. Все-все-все-все условия точно те же самые. Но поскольку из первой компании были, залог инвестиций выданы 50, скажем так, 40, 50% минус одна акция, правильно так сказать, и компания оставила 50% плюс одну акцию в себе, то, и это я говорил уже, почему это сделано, чтобы контроль над акциями оставить за собой, то было сейчас введены в оборот еще акции, которые стояли в Юниска и Юникорп у Юницкого Антульгардовича, они введены тоже в оборот половина этих акций. Они введены все, но там тоже будет по всей вероятности достигнуто такое состояние, если тут, ну, как бы, как процессы пойдут. Вот. Нет, не то же, Людмила, в принципе то же самое, но это все-таки реально существует вторая компания создана. Осознание своей криптовалюты. Да, идут, уже давно идут, есть даже соображения, как это сделать. Но это пока не тема нашей сегодняшней беседы. Так, смотрите, значит, время подходит к концу. Рост стоимости акции – это возможности, и мы это ждем. Многоуровневая капитализация. Что такое многоуровневая капитализация? Первый уровень капитализации – это, значит, повышение стоимости… Нет, извиняюсь. Первый уровень капитализации – это то, когда мы сейчас инвестируем в конкретные объекты, и стоимость, себестоимость, ну, вот конкретно давайте. Мы инвестируем, первый уровень – это то, вот мы сейчас инвестируем в Экотехнопарк, его себестоимость проектная – 300 миллионов, реальная будет 200 миллионов, вот. И это значит уже, если это будет меньше, то лучше, если будет 200, то будет 200. 100 миллионов – это уже есть капитализация тех инвестиций, которые мы внесли. Но самая основная реальная капитализация через объект является то, что как только Экотехнопарк будет сдан в эксплуатацию, то по сравнительным стоимостям аналогичных объектов, тестовых площадок в мире, стоимость его будет более 1 миллиарда 300 миллионов. Так что, вы понимаете, это 4-кратный рост, если не 5-6-кратный рост от реальной себестоимости, а не от проектной, и это уже есть капитализация, это есть капитализация первого уровня. Второй уровень – это сразу повлияет на акции, и всем будет очень интересно приобретать акции из той компании, которая вот такого результата достигла. И их реальная стоимость начнет приближаться к действительной стоимости, номинальной стоимости в 1 доллар, по всей вероятности превышать. И капитализация является то, когда стоимость акции становится выше 1 доллара в нашем случае. Это тоже уже капитализация через повышение стоимости акции на бирже. Сколько она там будет выше, столько выше. И там есть еще другие уровни, сейчас это не важно. Получение рост дивидендов, значит, участие акциями в предстоящих адресных проектах, рост международной известности, расширение рынков – это все наши возможности. Есть слабость и отсутствие компетенции вывода акций на IPO, но это сейчас работаем над этим, закрытость создания внутреннего рынка. То есть, пока мы не знаем, эта закрытость – это слабость наша с какой-то стороны, а может быть и нет. Акции не имеют рынка до выхода на биржу. Ну, это слабость, но это и сила с другой стороны. Недостатки инвестплатформы. Да, были, их устраняем. Вот, может быть, еще будет создана другая, дополнительно одна инвестплатформа для расширения проектных возможностей, как я уже сказал. Недофинансирование проекта в какой-то степени, я бы сказал, даже не столько недофинансирование, сколько неотрегулированность финансовых потоков проекта. Что хорошо было бы не только в Экотехнопарк, а и в производство инвестировать. Вот в этом смысле недофинансирование. Консервативность банковских систем. Очень тяжело с ними работать. Вы просто не представляете, каких это мук стоит в команде именно Scoway Capital и не только RSV Systems, а в особенности Scoway Capital. Сколько мотается Евгений Кудряшов по миру, чтобы выстроить банковскую систему, которая бы обеспечивала нам нормальное функционирование народного финансирования. И опасности. Все это смещение сроков, основной риск. Риск различных противостояний могут быть. Но с другой стороны, это опять-таки за счет сильных сторон. Смотрите, есть риски противостояния. Ну, например, в стране Гондурас. А в стране Индия за счет того, что вот это использовано, идут проекты в штате там таком-то, идут нормально. И строительство начинается Экотехнопарк и так далее. Ну и что? Ничего страшного. То есть, поскольку это планетарный проект, то многие риски нивелируются. Риск различной дубликации. Да, поделки могут быть. И это неизбежно. Слабая правовая регуляция народного инвестирования. Это слабости. Например, в Венгрии вообще нельзя вести... Местные резиденты не имеют права вообще, как бы, рекламировать этот продукт и так далее. Очень непросто это все. Отрицательное влияние псевдоплощадок, которые в интернете возникли. Вот у меня сегодня спрашивают, слушай, тут в Таллине, вот, ты ничего не знаешь, это вы создали тут компанию? Скайвей. Я говорю, да нет, я ничего не знаю, тут никто не создавал. Вот сейчас разбираемся, кто тут в Таллине создал компанию, которая какое-то там название и Скайвей. Мне должны прислать ее название и ее координаты. То есть, вот такие вот, друзья, вопросы. Мы уже тут работаем больше... Так, что тут за вопрос был еще? Условия для инвесторов такое же во второй компании зеркальной. И права юридические. Да, абсолютно такие же. Днепр, Алекс. Абсолютно такие же. Там никакой разницы нет. Это просто абсолютно... У меня я показывал в прошлый раз, у меня сейчас здесь нету этого... Сейчас я посмотрю, может быть, у меня тут есть. В прошлый раз это показывал вам. Сейчас я смотрю. А, вот есть, смотрите. Вот я в прошлый раз показывал. Тут есть... Вот она, вторая компания. Вот была первая, да, 15%. Вот мы сделали Евразин Роскази Системс. До 30 миллиардов минус одна акция. В оборот ушли. Осталось 30 миллиардов. Одна акция осталась у компании. Вот. Теперь точно такая же Евразин. Те же самые 60 миллиардов. Те же самые привилегированные акции были сюда вложены. Но только из этих 15%. 15%, да. И выпущены 60 миллиардов. И здесь тоже пока концепция такая, что будет до 30 миллиардов минус одна акция. Понятно, да? Я думаю, не про Алекс вы более-менее поняли. Это дело, если не все поняли. Вот. И, значит, следующее. На завершение. Вот та, значит, экоусадьба фермера Юницкого. Юни-Хаус. Видите, какая красивая. В следующий раз расскажу, что здесь все красиво. На мой взгляд, очень важный. Крыша. Зеленая крыша. Эко-крыша. Здесь очень много интересных функций. Стеклянный. Кому-то не понравится. Может быть, понравится. Но это стекло. Вакуумное стекло. То же самое, из чего делаются лобовые стекла и стекла Юнибусов. Она уникальная. 25-миллиметровой толщины этих рам хватает для того, чтобы они выполняют функцию целой стены. Вот. Одновременно здесь можно много интересных вещей сделать. Выращивать. Все, что угодно. И очень комфортно жить в экологически чистой среде. Вот. Таким образом, дорогие друзья, есть ли еще вопросы? В своей части я ее закончил сегодня. Не все, правда, сказал, что хотел. Но, тем не менее. Я обещал вначале рассказать про письма чиновникам. Но вот опять не сложилось. Проплаченные в году инвайкеры оформлены в моих сертификатах. Но они не нанесены. У меня тоже не нанесены. Просто площадка не успевает это сделать. Татьяна Малахова. Площадка просто не успевает ввести их. Там их очень много. И это все очень досконально проверить надо. Сопоставить. И формально это не хотят делать. Это будет сделано. Не волнуйтесь. У меня там с октября месяца прошлого года не внесено. Вы на всякий случай просто проверьте, все ли вы там верифицировали. Так. Есть ли еще вопросы, друзья? Если нет, то настал печальный момент нашего расставания. Я даже постараюсь сказать. Я рад, что мы заканчиваем сегодняшнее мероприятие. С одной стороны, это значит, есть возможность встретиться в следующий раз. Но печален по тому поводу, что еще не все вам рассказал. Но, как говорится, есть плюсы, есть минусы. На том и держимся. Еще раз. А, тут есть вот. Для того, чтобы я получил дивиденды, мне нужно зарегистрировать как инвестор. Артем, нет. Пока, почему зарегистрироваться как инвестор? Не надо вам нигде пока нигде регистрироваться. Вы дивиденды и так получите, когда это дело до этого дойдет. Пока не волнуйтесь. Значит, еще раз тогда я продолжу свое заключительное. Спасибо всем. До скорых встреч. Будем лаконичны. Спасибо. Продолжение следует.